Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English Practica. С вами Елена Викторовна Вагниста. Вы попали в плейлист разбора английской грамматики Intramidate на практике. Здесь мы кратенько повторяем одно грамматическое правило, то есть один шаблон, который встречается в речи. Собственно говоря, грамматика – это о речи и о шаблонах, которые мы регулярно используем. Далее мы вспоминаем, как это работает, и смотрим много примеров на использование данного правила. 133-й урок из 145, который я планирую во всём курсе, у нас посвящён, продолжает повествовать о предлогах и посвящён теме глаголы с предлогами about, of, for и after. Мы разберём парочку глаголов, которые используются с данными предлогами, а также уделим особое внимание глаголам look и care с данными предлогами. Поехали! Мы продолжаем с вами смотреть уже непосредственно на шаблоны, потому что говорить здесь не о чём. Итак, talk about and tell about – это говорить о чём-то, рассказывать о чём-то. Read about – соответственно, читать о чём-то. Have a discussion about – дискутировать о чём-то, то есть вести дискуссию по этой теме. Ask for – это просить. Ask somebody for – то есть просить кого-то. Здесь между ask и for будет помещаться человек. Ask Mary for money – попросил Mary денег. Apply for a job – устраиваться на работу. Замечательное выражение, которое очень часто используется в теме job interview и разговоры на тему job – работа. Wait for – это ждать кого-то. Очень часто именно здесь есть ошибка, потому что for в русском языке вроде как и не должно быть. Мы сразу говорим ждать, ждать Mary, ждать зарплаты, ждать хорошей погоды. В английском мы говорим wait for good weather, for example, or wait for Mary, wait for a good job. Я не знаю. Далее. Leave – оставлять, покидать. Но если вы указываете for, то вы хотите подчеркнуть, ради какого места вы оставляете это. То есть вы уходите отсюда и в каком направлении. Live for London – уехать в Лондон. So we left our apartment for a vacation in London. Мы уехали из квартиры ради того, чтобы провести отпуск в Лондоне. Это что касается парочки популярных глаголов. Естественно, список не полный, как всегда. И, как я вам говорила, отдельно поговорим о care и look. Итак, care плюс предлог. Прям очень-очень сильно меняется значение. Care about something – когда вы о чём-то беспокоитесь и считаете это важным. То есть есть люди, которые заботятся о природе, они считают природу важной. They care about nature and nature pollution, something like that. Yes, care for – интересный очень оборот. Мы его с вами встречали уже. Итак, care for – первое значение – это присматривать за кем-то. Но очень часто используется в значении любить, когда кто-то вам не безразличен. Дальше будем смотреть, как это работает. Соответственно, оборот – don't care, I don't care. Мне всё равно, мне это не важно, мне на это плевать и так далее. Оборот – take care of – это заботиться или нести ответственность. Ответственность чаще используется не I care for my old parents, а I take care of my... Не I take for my old parents, а I take care of my old parents. Вот в таком варианте эта фраза встречается крайне часто. И теперь по поводу look. Я вам уже говорила о том, что look – крайне многозначный глагол. С ним очень много разных значений в зависимости от предлога. Когда я говорю о care плюс предлог, о look плюс предлог и особенностях смены значений, то я имею в виду фразовые глаголы, о которых очень скоро мы будем говорить очень долго. Итак, look for – это искать, look after – следить за кем-то, заботиться или поддерживать что-то в хорошем состоянии. Очень близко, на самом деле, к take care of, look after – очень-очень близко по значению. Вот такие у нас шаблончики и смотрим, как они работают. Итак, первый текст у нас, как водится, отдельный учебный текст. Давайте его прочитаем и разберем, какие шаблоны нам встретились. Итак, он говорит о политике очень много, хотя он не политик. Он читает о политиках каждую новость, которую он может найти. Он ждет новостей каждый день. Он пытается вести дискуссию о политике с другими людьми. Он беспокоится, то есть он интересуется политикой больше, чем чем-либо другим. Даже его друзья для него не настолько важны. Думаете, ему стоит сменить свое отношение? Ну что, знаете таких людей? Я знаю таких людей, которые считают, что политик – это самое главное в жизни. Мы не будем говорить, что это не важно, все важно, да. Но, может быть, не стоит занимать все мысли только одной какой-то темой, превознося ее над всем остальным. Итак, смотрим. Он много говорит о политике, a lot, много. Though, хотя, he's not a politician. Хотя он не политик. Политичен – политик, то есть человек, который занимается политикой. He reads about politicians every news he can find. Итак, read about – нас интересует читать о чем-либо. He reads about politicians. Он читает о политиках. Every news – каждую новость. В том, что news неисчисляемая, he can find, которую он может найти. He waits for the news every day. Он ждет новостей каждый день. Wait for something – ждать чего-то. В русском языке, кого чего родить, нападешь. В английском языке это отношение передает прилог for в связке с wait. He tries to have a discussion about politics with other people. Окей, нас интересует выражение have a discussion about. Have a discussion about – вести дискуссию о чем-то. About politics, yes. With other people, с другими людьми. He cares about politics more than anything. Он считает политику более важным, чем все остальное. Care about – здесь это считать важным. He cares about politics. Он считает политику намного важнее, как бы более важной, чем anything, чем что-либо другое. Even his friends are less important to him. Даже его друзья для него менее важны. Important to someone, важный для кого-то. Как считаете, стоит ему изменить свое отношение? Можете, кстати, написать свой ответ в комментариях. Буду рада его почитать. Это первый текст, да? И двигаемся дальше. А дальше у нас, друзья мои, текст, который поместился у нас на двух слайдах. Продолжение истории у нашей девушки, которую зовут Клэр, которая, оказалось, приехала из Америки в Европу. И потом к ней приехали друзья. И, в общем, как-то она взволновалась из-за этого всего. Давайте читать продолжение истории. I'm in a room with Eric and Jack. It's sunny and light. I'm relaxed. Eric is hugging and kissing me. We're talking about something. Jack seems to pay no attention to us. I know that Jack has a girlfriend, so Eric and myself have no reason to be uncomfortable. Eric leaves for his plein air. I'm alone with Jack. Jack looks at me and suddenly says, Clara, why are you with him? Because you were not available, I say. But now I'm free. I care for you and I want you to be with me. I blush and say, I'm not free anymore. I don't want this conversation to be continued. I stand up to live. He stops me by holding my hand. Are you in love with him? I'm almost crying. Why, well, do you really care? If you were not, would you be with me? I open my eyes. I didn't get to sleep till dawn. I was thinking about that evening in the pub with Jack, all those compliments and hints he made. We didn't cross the line, but now I knew that he was not in the relationship and there was no blunt anymore. I kept remembering Jack's face from the dream and hearing his voice asking me again and again if I would like to be with him. Yet I couldn't admit to myself what was the answer I was looking for. Now let's translate this text. Я в комнате с Эриком и Джеком. Очень солнечно и светло. Я расслаблена. Эрик обнимает и целует меня. Мы о чём-то говорим. Джек, кажется, не обращает на нас никакого внимания. Я знаю, что у Джека есть девушка, поэтому нам с Эриком нет причин чувствовать себя некомфортно. Эрик уходит на пленэр. Я в одиночестве с Джеком. Джек смотрит на меня и вдруг говорит, «Клер, почему ты с ним?» «Потому что ты был занят», я отвечаю. «Но теперь я свободен. Ты мне не безразлична, и я хочу, чтобы ты была со мной». И я краснею и говорю, «Но я теперь не свободна. Я не хочу, чтобы этот разговор продолжался. Я встаю, чтобы уйти». Он останавливает меня, держа меня за руку. «Ты его любишь?» «Я практически плачу. Тебе какая разница? Но если нет, ты бы была со мной?» Я открываю глаза. Я не заснула до восхода солнца. Я всё думала о том вечере в баре с Джеком, о всех этих комплиментах и намёках, которые он делал. Мы не пересекали черту, но теперь я знала, что у него нет отношений и нет никакой блондинки. Я всё вспоминала лицо Джека из сна и слышала его голос, который снова и снова меня спрашивал, хотела бы я быть с ним. Но в то же время я не могла признаться сама себе, какого ответа я ищу. Ну вот такие у нас сны, как всегда у Клэр. Это уже я даже не помню, какой, по-моему, пятый сон у неё. Вот. И давайте разбираться. Друзья мои, так, сюжет я вам дала. Это отдельно, но нас всё-таки больше интересует грамматика. I'm in a room with Eric and Jack. Ну, то есть описание, где она находится. It's sunny and warm. Солнечно и светло. I'm relaxed. Я расслаблена. Eric is hugging and kissing me. Eric меня обнимает и целует. We are talking about something. Мы говорим о чём-то. Это у нас как бы такое вводное описание. Мы используем времена present, в том числе present continuous, для того, чтобы как бы визуализировать, как будто это всё происходит прямо сейчас. Знаете, когда во сне тебе снится что-то, и ты понимаешь, что нет ни прошлого, ни будущего, есть только ты и твой сон. То есть максимальное погружение, есть только этот момент сейчас. Вот так же мы его здесь обыгрываем с точки зрения грамматики. Jack seems to pay no attention to us. Jack, кажется, не обращает на нас никакого внимания. Сим – это казаться. После сим очень часто через ту добавляем ещё одно действие, которое нам кажется происходит. Jack seems to pay no attention to us. Pay attention – это обращать внимание на что-то. Pay no attention – соответственно, не обращать внимание to us, на нас. I know that Jack has a girlfriend. Я знаю, что у Джека есть девушка. So Eric and myself have no reason to be uncomfortable. Поэтому у нас с Эриком нет причин чувства у себя как-то некомфортно. Итак, Eric and myself решила здесь употребить довольно редкий вариант myself, но в то же время он встречался. Чаще встречится вам вариант Eric and I, но вариант Eric and myself, то есть если я ссылаюсь на себя, мы можем здесь, в этой позиции, использовать возвратное местоимение myself. Обратите внимание. По-моему, мы в грамматике зелёной. Фьюингс об этом говорили, она находится на канале OK English, мой канал. Зайдите, посмотрите. Тема возвратное местоимение, местоимение self. Eric and myself have no reason to be uncomfortable. То есть у нас с Эриком нет причин чувствовать себя некомфортно. То есть нам комфортно, что мы тут сидим, обнимаемся, мы ничьи чувства, как говорится, не ущемляем. Да? Далее. Eric leaves for his plein air. Нас интересует оборот leave for – уходить куда-то, в каком-то направлении. Эрик ушёл на plein air. Eric leaves for his plein air. Указываем после for направление. I'm alone with Jack. Я в одиночестве с Джеком. Jack looks at me and suddenly asks. Джек смотрит на меня и вдруг задаёт вопрос. Смотрите, здесь нет нужды использовать всё время континиусы, потому что будет ощущение, что дальше все действия происходят как будто одновременно. Это повествование. Если мы говорим о повествовании, то лучше всё-таки использовать время simple для этого. Ну и коль мы уже выбрали за основу время present simple, ну или время present, то мы уже будем, естественно, брать категорию present simple. Jack looks at me and suddenly asks. Джек смотрит на меня и вдруг задаёт вопрос. Claire, why are you with him? Claire, почему ты с ним? Because you were not available. Потому что ты был несвободен или ты был недоступен или ты был занят. Слово available – это доступный, когда вы можете получить то, что вам нужно. It is available. Слово очень хорошее, часто используется, кстати, в речи. И, соответственно, because you were not available, ты был недоступен для меня. То есть я не могла тебя получить. Такой смысл. I say, but now I'm free. Ну и теперь я свободен. Free – свободен, доступен. I care for you and I want you to be with me. Care for – наш оборот. Здесь используем его в значении «мне это небезразлично». I care for you – то есть ты мне небезразлична. Также я вам говорила раньше, что этот оборот мне встречался даже в значении «я тебя люблю». Хотя, то есть можно сказать «I love you», но очень часто люди говорят «I care for you», то есть показывая особое отношение к кому-то. I care for you – ты мне небезразлична and I want you to be with me. И я хочу, чтобы ты была со мной. I blush and say – я краснею и говорю «blush», то есть рюмянец пошёл по щекам. I blush. I'm not free anymore – но я теперь не свободна. Часто у нас используется связка «not anymore» – больше этого нет. I'm not free anymore – больше я не свободна. I don't want this conversation to be continued. Я не хочу, чтобы этот разговор продолжался. Фраза построена так. Я не хочу этот разговор иметь продолженным. To be continued – это пассивный залог. Be и третья форма глагола continue в данном случае. I stand up to leave – я встаю, чтобы уйти. Stand up – фразовый глагол, друзья. Мы просто stand – это стоять. Соответственно, stand up – встать. Я встаю. Для какой цели я встаю? Цель указываем через ту инфинитив. To leave – чтобы уйти. He stops me by holding my hand. Он останавливает меня, держа меня за руку. Are you in love with him? Ты его любишь? Be in love with someone. Любить кого-то? Тут уже прям прямой вопрос. I'm almost crying. Я практически плачу. Здесь мы хотим показать уже именно начавшийся процесс. Я практически расплакалась. Do you really care? Тебе есть разница? Или какая тебе разница? Здесь также мы пляшем от значения глагола care в значении, когда кто-то вам важен или не безразличен. Поэтому вопрос Do you really care? Мы можем понимать как «Разве тебе не всё равно? Тебе это правда важно? Тебе нужно узнать моё мнение?» Вот что-то такое, да? If you were not, would you be with me? Ну, если бы это было не так, if you were not, это отсылка к Are you in love with him? Это кусок условного предложения второго типа If you were not, would you be with me? Ну, и продолжение «Была бы ты со мной?» То есть, это пример условного предложения, где придаточная часть у нас выносится перед главной, появляется запятая, а вопрос, соответственно, остаётся в главной части Would you be with me? Помним, что в условных предложениях вопрос может задаваться только главной части, и придаточная он никогда не задаётся. I open my eyes. И тут я открываю глаза, как всегда. I didn't get to sleep till dawn. Я не заснула до рассвета. Вот здесь у нас, смотрите, как будто уже мы оторвались от той ситуации, да? И это мы показываем в том числе с помощью времени, потому что дальше повествование у нас начинается во времени past simple. То есть, как будто вот по ощущению отрыв идёт от той ситуации. I didn't get to sleep till dawn. Я не заснула до рассвета. Dawn, рассвет. Get to sleep, заснуть. Как бы устойчивое выражение запоминаем, да? I was thinking about that evening in the pub with Jack. Я думала о том вечере в баре с Джеком. Think about, думать о чём-то, да? Да, уже тоже знаем это выражение. Кстати, немного связано тут также предлог about. All those compliments and hints he made. Обо всех этих комплиментах и намёках, которые он делал. Hint, помним, намёк. We didn't cross the line. Мы не пересекали черту, but now I knew that he was not in the relationship and there was no blunt anymore. Итак, теперь я знала, что он уже был не в отношениях. У него не было отношений. Be in the relationship. Быть в отношениях тех самых, да? He was not in the relationship. У него не было отношений. And there was no blunt anymore. Not anymore, опять же, или no anymore. Больше этого нет. И больше блондинки не было. Почему здесь мы не говорим the blonde? Потому что появилось слово no. Оно работает как местоимение и поглощает артикль. и стоит в той же позиции, что и из-за. Поэтому одновременно их использование невозможно. I kept remembering Jack's face from the dream. Я продолжала вспоминать лицо Джека во сне. Keep doing something. Продолжать что-то делать. Sing. Далее. And hearing his voice. И слышала его голос. I kept remembering. I kept hearing. То есть hearing привязка к keep. И теперь был голос каким? Мы даём пояснение этому голосу через ing clause. То есть через придачное предложение, начинающееся с глагола ing. Asking me again and again. Который спрашивал меня снова и снова. If I would like to be with him. Хотела бы я быть с ним. Опять же, смотрите. Мы не можем здесь сказать Would you like to be with me? Или Would I like to be with him? Да, как-то так. Потому что здесь у нас середина предложения. Поэтому, несмотря на то, что здесь было Would you be with me? Здесь в качестве придаточного предложения мы уже не можем задавать вопрос. Поэтому я даю его в порядке. Используя порядок слов, стандартный. If I would like. Как в обычном предложении. If I would like to be with him. Yet I couldn't admit to myself. What was the answer that I was looking for? И всё же я не могла признаться сама себе, какой ответ я искала. Admit to myself. Признаться самой себя. Admit to someone. Признаться кому-то. What was the answer? Каким был ответ? Не what. Не was the answer. What. Как-то так, да? Так. What was the answer? Порядок слов здесь правильный. What здесь работает как подлежащее относительно слова was. Это не вопрос. What was the answer that I was looking for? Который я искала. Соответственно, look for искать что-то. Обращаю внимание, что for здесь не пропадает никуда, потому что у нас уже есть намёк на продолжение данной фразы. That I was, да? Который я искала. Поэтому for здесь должен остаться возле look. И в то же время, конечно же, если мы for уберём, то look потеряет значение искать. Поэтому look for наше устойчивое выражение. Итак, в тексте нам несколько раз встретились разного рода связочки глагола с предлогами, да и просто встретилось много предлогов. И давайте ещё раз повторим данный текст. I am in a room with Eric and Jack. It's sunny and light. I'm relaxed. Eric is hugging, kissing me. We're talking about something. Jack seems to pay no attention to us. I know that Jack has a girlfriend, so Eric and myself have no reason to be uncomfortable. Eric leaves for his plein air. I'm alone with Jack. Jack looks at me and suddenly asks, Clara, why are you with him? Because you were not available, I say. But now I'm free. I care for you and I want you to be with me. I blush and say, I'm not free anymore. I don't want this conversation to be continued. I stand up to live. He stops me by holding my hand. Are you in love with him? I'm almost crying. Do you really care? If you were not, would you be with me? I open my eyes. I didn't get to sleep till dawn. I was thinking about that evening in the pub with Jack, all those compliments and hints he made. We didn't cross the line. But now I knew that he was not in the relationship and there was no blunt anymore. I kept remembering Jack's face from the dream and hearing his voice asking me again and again if I would like to be with him. Yet I couldn't admit to myself what was the answer that I was looking for. Ну, вот такой у нас сегодня текст, друзья мои. Бывали ли у вас ситуации таких вот живых снов, настолько живых и ярких, что вам казалось, что это вторая реальность и как будто там даже ситуация реальнее, чем в обычной вашей жизни? Или бывали ли у вас случаи, когда сон отражал какую-то вашу проблему, в которой вы, скажем так, не могли найти решение или нормально об этом всём подумать? Пишите ответы, желательно, на английском языке, если вам есть что сказать. Вопросов у меня сегодня для вас нет, друзья мои. Есть только перевод на первом и на втором слайде, всего лишь на двух слайдиках, дорогие друзья. И если урок вам понравился, обязательно жмите лайки, оставляйте своё мнение, комментарии, следите за новинками на канале, все уроки постепенно допишу. Меня спрашивают, где продолжение, я его ещё не написала, друзья мои, думаю, что где-то до конца 2020 года, если, как говорится, всё будет хорошо, я эти уроки запишу до конца. Ну и на этом, пожалуй, всё. Благодарю за внимание. Вы смотрели канал OK English Practica. Ваш учитель, Елена Викторова-Огнистая. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...